Здравствуйте, уважаемые слушатели! На самом деле, я хотел обратиться, наверное, не столько даже к коллегам, сколько к людям, которые заинтересованы в том, чтобы узнать, какие вообще существуют болезни позвоночника. Ну, если так посмотреть, то, конечно же, абсолютное большинство владельцев, у которых собака перестала ходить, перестала двигаться, в первую очередь они думают о том, чтобы, ну, в общем, полечить позвоночник. Буквально сегодня у меня было несколько случаев, где владелицы приходили, ну, собственно, отсюда и тема родилась, да, из этих как раз вот в том числе случаев, когда владелец приходит, и там ветеринарный врач, ветеринарный врач сказала, что у собаки там что-то защемило, у собаки, какие там обычно бывают, защемило, сорвало спину. Сегодня прям было такое, приходит, мне ветеринарный врач сказал, что у моей собаки защемило спину. Я говорю, вы знаете, такого не бывает. Вот. А не бывает защемило спину. И вот, то есть, вот такие вот вещи, они случаются постоянно. Поэтому, наверное, то, что я хочу рассказать, в первую очередь направлено именно на тех коллег, которые, ну, вот принимают этих пациентов, да. На самом деле это плохо так говорить. Почему? Потому что, поверьте, мне владельцы верят вам, когда вы им это говорите. И они это воспринимают совершенно, короче, они принимают это за чистую монету. Они думают, что вы не просто им сказали так, чтобы хоть что-то сказать, чтобы показаться хорошим доктором, да. Они думают, что нет, это же доктор, он же сказал, что да, защемило, прострелило, или еще что-то там со спиной случилось. И я, конечно, не убираю вероятность, что владельцы могли так понять, да, или то, что они выдают желаемое за действительное, но иногда подобные вещи и пишут. И довольно странно такое читать. Я понимаю, что это, все вот это мнение о том, что болезни позвоночника, что позвоночник влияет как-то на движение, что все это идет из просто незнания анатомии. То есть в буквальном смысле. Ну, вот хочу показать вам, это один из слайдов моей презентации, презентация большая, есть все эти доклады у меня на моем канале, и не только на моем канале. Вот, обратите внимание, да. То есть, если мы обратимся к анатомии, то мы здесь что увидим? Что существует нервная система, да, и существует скелет, да, костная система. Это очень важное знание, очень важное знание, на котором базируется, на самом деле, на котором базируется, с этого надо начинать. Это фундамент, и это крайне важно. Так вот, если собака не ходит, и у нее, она тащит лапки, значит, у нее поражение не в позвоночнике, а в нервной системе. И это очень важно понимать. Я не голословен. Вот вам, пожалуйста, вариант, где написано о том, что здесь анатомическое, ну, так, для заводчиков, да, для людей, ну, не имеющих какого-то медицинского или биологического образования, вот такое вот написано, что позвонки, обратите внимание, позвоночный столб выполняет роль основного стержня тела собаки и служит органом централизованного управления движением, да. То есть вот эту информацию, просто катастрофическую, просто катастрофическую для наших пациентов, распространяют, к сожалению, вот на вот этих сайтах. Отсюда берутся всякие рукоправы, которые там вправляют позвонки, еще что-то там, делают всякую ерунду. У меня на канале постоянно есть, ну, и периодически есть случаи, да, когда там, я во время операции говорю, что вот этой собаке там пытались что-то там вправить, там, к пиявке. Вот я когда считаю, или когда смотрю вот это все, я думаю, господи, ну, почему, почему, почему сейчас не 16 век, ну, почему, ну, вроде бы, ну, то есть вы, понимаете, уровень мировоззрения, ну, он просто, ну, наверное, не знаю, иногда дети, наверное, больше и лучше понимают, чем взрослые, да, которые там пиявок свои собаки на спину ставят, или еще что-то. Откуда это идет? Это идет от незнания, от непонимания основ элементарных знаний в строении просто организма, да, вот это оттуда идет. Вот. Это прям очень важно, потому что пациенты погибают просто из-за этого. Поэтому, конечно же, за движение отвечает спиной мозг, и никакого отношения позвоночник к движению не имеет. Это очень важно понять, осознать. И это является, наверное, самым главным. Существуют болезни, когда позвоночник меняется определенным образом, и из-за этого получаются проблемы. Такие болезни есть, они существуют. Вот. Опять же, очень важным моментом является, что вообще, все, что касается позвоночника, межпозвонковых дисков, это очень-очень сложная и огромная проблема и в медицине, и в ветеринарии. Я вот хотел вам показать для людей тоже, это классификация болезней у людей. То есть, это не одна какая-то болезнь у людей даже. Я уж не говорю про собак. И в эту классификацию можете найти это изменение только в дисках. То есть, это не во всем позвоночнике, это только в дисках и даже у людей. У собак там еще все сложнее, чем у людей даже, возможно. Вот. Поэтому это не одна какая-то грыжа. Ну, почему я показываю этот слайд? Мне обычно очень часто владелец говорит, ой, у меня там, я сделал им владелец, человек, заметьте, человек говорит, у вас собака болезнь низкая первого типа, так сказать, приходит, ну, ее надо прооперировать. Она говорит, а у меня же там вот грыжа. Я говорю, понимаете, вы, во-первых, не собака, вот, у вас совершенно другие болезни, вот такая классификация, часть классификации болезней у людей, совершенно разная, никакого отношения к собакам не имеет, те изменения, которые в дисках происходят у людей, никакого, никакой параллели между собакой и человеком провести невозможно. Поэтому подходить с вот таким моей собаке болезни позвоночника, как бы мне эти болезни позвоночника полечить? Невозможно. Болезни позвоночника это огромная, огромный пласт науки, ветеринарии, да, которым можно посвятить всю свою жизнь и не достигнуть, даже, посвятив всю свою жизнь, в общем, даже, наверное, не изучив и половину того, что хотелось бы изучить. Это вот очень важный момент. Поэтому запомните, вы люди, вы не собаки. Да, это кажется таким банальным, да, но если вы посмотрите в видеоролике в нашем про ножку, то там многие люди не знают, что они не собаки или они не кошки и они утверждают, ну мне же делали, я же ножку это делал себе там, я же там еще что-то, то есть они прям реально не знают, что они другой вид существа на этой планете. Вот, классификация болезней у собак, она очень сложна, она прям опять же можете, если вам будет интересно найти в моей, на моем канале там прям про это целые огромные большие ролики, поэтому я сейчас не буду на этом останавливаться. Единственное, что хочу сказать, что вот эта классификация, которая была там в 50-е годы, не имеет ничего общего с реальностью в наши годы, да, то есть это старинная классификация по Хансену, которая была там при Хансене там 80 лет назад, вот, сейчас она уже не актуальна, то есть это совершенно другое, вот, существуют болезни позвоночника, они делятся на много-много разных групп, в каждой группе содержится огромное количество разных клинических вариантов, это те болезни, когда позвоночник, позвоночник, будучи костным образованием таким, да, вызывает влияние, вызывает сдавливание спинного мозга, то есть есть огромное количество этих болезней, рассказать в ролике там 15-20 минут про все эти болезни невозможно, потому что только про дискогенные заболевания мы делаем там на конференции обычно там 3-4 доклада, то есть по болезням диска у собак, замечу, у собак, не у собак и кошек, а у собак, вот, поэтому это очень-очень большая тема. Если мы возьмем другую группу заболеваний, такие как деформации, там тоже огромные, огромные проблемы, во-первых, с классификацией деформации позвоночника, есть статьи на этот счет, но единой классификации до сих пор нет, есть некоторое перечисление этих деформаций, но их тоже очень много, и далеко не все эти деформации требуют лечения, да, они требуют лечения только тогда, когда появляется опасность для нервной системы, вот, когда появляется опасность для нервной системы, тогда эти деформации имеют значение, мы их исправляем, мы убираем сдавливание, компрессию с нервной системы, то есть со спинного мозга, с корешков, то есть когда кости начинают повреждать находящиеся в них структуры, относящиеся к нервной системе, вот тогда это становится важно лечить. Понятно, что очень многие владельцы, сегодня тоже была владельца, говорит, у моей собаки нашли дырку, попальпируйте позвоночник, у моей собаки там нашли дырку, понимаете, то есть я понимаю, что это мировоззрение, оно, конечно же, ну, бытует, к сожалению, да, поэтому я вот этими своими роликами пытаюсь каким-то образом все-таки рассказать вам в первую очередь, что да, позвоночник это существующая структура в нашем организме, в организме кошек, в организме собак, ну, наших питомцев, хорьков и так далее, да, она существует, она может повреждать нервную систему, она может вызывать заболевания в нервной системе и вызывать нарушение движения, но сами позвонки, их вид, их количество, то есть сколько там позвонков, там, 10, или там, и того меньше, может не иметь никакого значения, да, то есть, может быть такое, что собаки вообще, вот это один из наших пациентов, таких вот занимательных, который был, да, вот с таким, таким заболеванием, да, то есть вот такая вот собачка, она совершенно нормально себя чувствует, бегает абсолютно нормально, вместо 13 грудных позвонков, у нее там раз, два, три, четыре, пять, шесть, то есть, ну, 10 позвонков куда-то потерялись, при этом ей это никак не мешает, поэтому очень важно знать и понимать, что количество, качество, внешний вид позвонков не имеет никакого значения вообще, и это справедливо ровно до того момента, пока эти позвонки не начинают влиять на нервную систему, на нервную систему, которая находится либо непосредственно внутри позвоночного канала, либо выходит в качестве в виде корешков из позвоночного канала, да, важно то, что в позвоночном канале находится не костный мозг, а спинной, и именно спинной мозг и отвечает за движение, за то, чтобы собака или кошка двигалась, на самом деле, чтобы человек тоже двигался, тоже этот же орган отвечает, но его анатомическое строение у людей, у собак и у кошек совершенно разное, абсолютно разное, это тоже важно знать и очень важно понимать, вот, поэтому, если у вас появляются какие-то проблемы с движением у вашей кошки или у вашей собаки, или у вашего хорька, не надо думать, что это какое-то заболевание позвоночника, надо обратиться к врачу, который знает, понимает, что это такое, да, нервная система, что такое позвоночник, может и хотя бы, да, это будет смешно звучать, конечно, различить нервную систему от костной системы, но это факт, к сожалению, который, вот, сегодня, на приеме, даже сегодня, каждый день, реально, каждый день, каждый день, я могу, знаете, иногда сижу и на приеме, думаю, слушайте, давайте, я буду сам говорить и сам отвечать, буду вопрос задавать и сам отвечать, вопрос задавать и отвечать, потому что доходит до смешного, да, то есть, почему, так, я не знаю, ну, я знаю, почему, вот, почему общие заблуждения, да, то есть, общие какие-то, причем заблуждения очень сложные, плохо, трудно объяснимые, да, то, что собака не ходит, потому что поражение позвоночника, потому что защемило, потому что что-то сместилось, что можно что-то вправить, ну, вот, наверное, это самая большая проблема, которую надо было как-то можно было бы как-то решить, да, но пока, пока, к сожалению, ситуация не меняется, я смотрю, даже люди, которые, по идее, ну, занимаются животными, да, ставят пиявки какие-то своим собакам, причем, обидно, что своим собакам, ходят к этим рукосуемым, я их так называю, да, которые там делают вид, что-то вправляют, какие-то импланты золотые куда-то вставляют, ну, и так далее, это, конечно, плохо, плохо для, все-таки, питомцев, потому что это их не лечит, к сожалению, как правило, просто ухудшает состояние, ухудшает ситуацию, и это прям большая проблема, поэтому, подведя итог, я хочу сказать, что не винить позвоночник в нарушении движения, лучше выясните, что стало причиной нарушения движения, и приходите к врачу, ну, если ты врач, да, объясни, наверное, своему клиенту, что он пришел для того, чтобы был поставлен диагноз, а не для того, чтобы была наночена таблетка с имитацией действий, это, наверное, самое важное, самое главное, до свидания, до новых встреч, заходите к нам еще, пока.